Всем привет! Представляющий интересы семьи Алибасовых правозащитник Олег Сухов подал заявление в Пресненский межрайонный следственный отдел о проведении проверки и возбуждении уголовного дела в отношении бывшего участника группы «Интеграл» Валерия Юрина, экс-помощника Барри Каримовича Андрея Назарова и Ольги Шукшиной. Об этом сообщил пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин. Доверителем в этом процессе выступил сын музыканта Барри-младший. Он рассказал адвокату, что в начале мая эти люди попытались его отравить, чтобы завладеть активами. По рассказу сына Барри Каримовича, 28 июня он пригласил Назарова и Юрина в гости, чтобы узнать, зачем они постоянно выпивают с его отцом. В тот же вечер Барри-младшего отравили. Алибасов-младший добавил, что у него на руках имеются все доказательства их вины, в том числе видеосъемка, которая была сделана в квартире и запечатлела момент, когда Андрей Назаров ищет что-то в сейфе и лазит по шкафам. По словам адвоката Сухова, сын Алибасова придерживается позиции о покушении на отца, организованном группой лиц. В их число входят Валерий Юрин, Андрей Назаров и дочь супруги Барри Каримовича Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина. Таким образом, заявление составлено исходя из состава преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ, покушения группой лиц и скоростных побуждений, кражи группой лиц по предварительному сговору, похищение важного личного документа. Как подчеркнул Сухов, срок наказания по этим преступлениям в совокупности может достигать 20 лет. Добавим, что Барри Алибасова 26 июня 2020 года забрали в психиатрическую лечебницу. Отмечается, что легенду российского шоу-бизнеса перевезли в психиатрическую лечебницу номер 1 имени Алексеева из обычной московской клиники. Он проходил там лечение, однако состояние продюсера ухудшилось. В больницу другого профиля Алибасова отправили после проведения медицинского осмотра. При этом пиар-директор Алибасова заявил о пропаже продюсера накануне дня рождения. 6 июня музыканту исполнилось 73 года, однако отмечать эту дату он поехал вдали от своих родных. Все дело в том, что Алибасов с 4 июня ни разу не выходил на связь. Предположительно, его мог увести в неизвестном направлении Барри-младший. Вся эта история развернулась на фоне скандала между семьями Алибасовой и его жены Лидией Шукшиной из-за недвижимости. Федосеева Шукшина подарила Алибасову свою квартиру. После этого продюсер продал ее своему директору Сергею Моцарю. Позднее сотрудник Алибасова пояснил, зачем продюсеру понадобилось продавать ему квартиру Федосеевой Шукшиной. По его словам, так супруги прятали недвижимость от своих детей, сына Алибасовой и дочери Шукшиной Ольги. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!